Привет! На связи МиЭлта. И сегодня мы продемонстрируем, насколько легко и просто установить датчик уровня топлива Фантом, а также разберем основные моменты настройки конфигуратора. Для установки датчика выберите ровное место, расположенное максимально близко к центру бака. Монтаж датчика будет производиться на демонтированном баке для наглядности. В некоторых случаях это можно сделать, не снимая бак с автомобиля. Сверлим отверстие корончатым сверлом диаметром от 25 до 35 мм. Измеряем глубину емкости от дна до поверхности монтажа. Отмерить длину датчика от монтажного фланца необходимо на 20 мм короче измеренной глубины бака. Отпиливаем трубку и центральный электрод. Зачищаем от заусенцев, вставляем дистанционный изолятор в торец измерительной трубки. При необходимости для обхода препятствий в баках сложной формы измерительную трубку датчика можно согнуть. Гибка производится при помощи специализированных трубогибов с радиусом сгиба не менее 250 мм. Угол сгиба не должен превышать 15 градусов. Главное условие работоспособности датчика – отсутствие замыкания центрального электрода и трубки. Для настройки датчика скачиваем программу-конфигуратор Mielta DM бесплатно в магазинах приложений Google Play и App Store. После установки и запуска программы на вкладке «Подключение» отображается окно поиска Bluetooth-устройств. В верхнем правом углу окна находится индикатор приема данных – Link. Индикатор вспыхивает зеленым цветом каждый раз, когда от датчика приходит пакет с данными. Для настройки датчика необходимо активировать двустороннее соединение. В данном режиме датчик выдает расширенный список параметров в реальном времени. Сначала выполняем калибровку «Полный бак» путем погружения датчика в емкость с топливом до уровня дренажного отверстия. После стабилизации текущего значения измерителя данное значение записывается в параметр. Вторым этапом выполняем калибровку «Пустой бак». Для этого извлекаем дут из топлива, даем стечь остаткам топлива из трубки в течение 5 минут. После стабилизации значение фиксируется в соответствующем параметре. Откалибровав датчик, переходим к его установке в топливный бак. В установочном комплекте имеется резиновая прокладка. Наносим на нее слой герметика. Производим монтаж датчика. После установки датчика уровня топлива необходимо провести его тарирование. Войдите в меню «Ручное тарирование» программы конфигуратора. Нажмите кнопку «Начать тарирование». Программа автоматически запишет в таблицу первую строку с текущим уровнем топлива и объемом 0 литров. При необходимости эту строку можно удалить и начать заново. Добавьте в бак топлива и укажите этот объем в строку «Шаг тарировки». Дождитесь надписи «Уровень стабилен» и нажмите «Добавить». В таблице появится строка с уровнем топлива и с текущим объемом топлива в баке. Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока бак не будет полным. Нажмите «Завершить тарирование». При необходимости нажмите «Поделиться файлом тарирования» и отправьте любым доступным мессенджером. Переходим к опломбировке датчика. Через специальные отверстия в саморезах продеваем проволоку и фиксируем пломбу. На этом установка датчика закончена. Согласитесь, что это было несложно. Спасибо за внимание. Подробности по телефону.